Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Анна Корольчук и я, как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами. Начинаем. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха составит 5 градусов тепла. Ветер юго-западного направления скоростью до 7 метров в секунду. Сегодня Гомельчан ждет вечер органной музыки. Он станет не только событием для любителей органа, но и подарит слушателям многообразия камерных вокальных, хоровых композиций и миниатюр. В концерте примут участие органист, композитор, певец Валерий Шмат, народная артистка Беларуси Галина Павленок и камерный хор Гомельской областной филармонии. Органные концерты Валерия Шмата – это своего рода путешествия в страны, эпохи и жанры, с которыми связан этот музыкальный инструмент. Не пропустите! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В продолжение темы. Для всех влюбленных артисты Гомельской областной филармонии готовят концерт под названием «Обыкновенное чудо». Песни о любви прозвучат 14 февраля со сцены Белой гостиной. Романтические песни и незабываемые хиты исполнят Константин Горошко и Александр Бономаренко. Концерт обещает стать не только красивым праздником, но и замечательным подарком. Дарите близким счастливые мгновения, а вместе с ними отличное настроение и яркие впечатления. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их концерты – это буйство красок и зажигательных ритмов, а появление на концертной площадке – настоящий праздник. Цыганский театр «Джипси-бэнд» готовится к большому гастрольному туру в честь своего десятилетия. Артисты неоднократно становились участниками многочисленных проектов телерадиокомпании «Гомель». В честь своего юбилея «Джипси-бэнд» подготовили большую концертную программу. Новое шоу называется «Танцуй, цыганка». За 10 лет театрам создано множество ярких номеров. В юбилейный тур артисты собрали все самое лучшее. День любленных «Джипси-бэнд» приедут с единственным концертом в «Гомель». Поздравить артистов с юбилеем можно 14 февраля на сцене городского центра культуры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К следующим новостям. В первый день марта в «Гомеле» пройдет международный конкурс молодых исполнителей «Вокал Смайл». Он позволит открыть не только молодые таланты, но и раскрыть творческий потенциал участников. В конкурсе может принять участие каждый желающий в возрасте от 3 лет. Подробную информацию можно узнать в группе конкурса в социальной сети ВКонтакте. Кстати, вход в день проведения мероприятия 1 марта свободный. 4 марта в областном центре будет проходить традиционный конкурс мистер-университета имени Франциска Скорины. Впервые он был проведен в 1990-м, а в этом году состоится уже в 30-й раз. Частью конкурса станут 4 этапа – театральные, импровизационные, литературные и домашние задания. В рамках последнего этапа участникам предстоит своеобразная минута славы. Каждый всего лишь за 3 минуты постарается доказать, что именно он самый творческий. Тема этого этапа будет посвящена Международному женскому дню и звучит как «Мое поздравление женщинам». В жюри конкурса вошли только представительницы женского пола. В этом и состоит его особенность в этом году. Всем участникам конкурса полагаются подарки в благодарность. Победители в отдельно взятых конкурсах получат свои заслуженные призы. А обладателя приза зрительских симпатий определят, конечно же, зрители. Кому достанется титул «Мистер университета 2020» определят 4 марта в актовом зале университета имени Франциска Скорины. Начало 18.00. В музее истории города Гомеля продолжает работу выставка по странам и континентам. На ней работают участников секции «Фото-тревел-клаб» Белорусского общественного объединения фотографов. Гомельчане могут познакомиться со своеобразным визуальным рассказом путешественников-фотографов о мире. Посетители выставки увидят фото, сделанные в Исландии, Индии, Италии, Монголии и других странах мира. В Дворце Румянцев и Паскевичей доступна выставка «Музей with love». Это своего рода презентация новых экспонатов, для которых музей стал домом в 2019 году. На выставке гомельчане и гости города увидят лучшие из поступивших предметов. Это палеонтологические находки, документы, предметы быта и не только. Статус музейных обрели и вещи, преподнесенные музею коллегами и партнерами в день столетнего юбилея. Многие из экспонатов уже заняли свое место в музейных экспозициях и стали частью интерьеров дворца. В музее автографа открылась выставка черно-белых графических работ под названием «Молчание». Автор – гомельский художник Олег Боклак. Говорить о причудливых образах, которые были навеяны ассоциациями из мира мифологии и фантастики, сложно. Работам присуща минималистичность средств исполнения и информационная насыщенность. Каждый посетитель выставки сможет увидеть в произведениях автора что-то свое. Но связь с образно-знаковым содержимым картины остается неизменной. Познакомиться с выставкой можно до 1 марта. Очарование природы белорусского края передает открывшаяся в Гомеле выставка «Краски моей земли». На полотнах художников, которые можно увидеть в Российском центре науки и культуры, отразились самые живописные уголки Октябрьского района. Там в летние месяцы проходил арт-пленер, результатом которого стала экспозиция живописи. Полюбоваться работами, воспевающими красоту Гомельщины, можно до 23 февраля. Вход свободный. К другим интересным новостям. Кладоискатели обнаружили на острове Джерси клад древних монет. Его размер оказался настолько велик, что им была пополнена Книга рекордов Гиннеса. Эта история растянулась практически на 40 лет. В начале 80-х местная жительница рассказала охотникам за золотом о серебряной пуговице, которую она увидела где-то в поле. Мужчины туда и отправились. Но на поиски клада у них ушло три десятка лет с китани с металлоискателями. В 2012 году удалось найти тайник на фермерском поле. На глубине около метра были закопаны более 69 тысяч древних монет. Изначально их стоимость оценивалась в 10 миллионов фунтов стерлингов. Теперь кладоискатели могут рассчитывать на вознаграждение. Ранее самым большим кладом монет считался тот, что был найден в Великобритании в 1978 году. Он состоял почти из 55 тысяч медных монет, отчеканенных примерно в III веке до н.э. Тело человека – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Это был «Утренний фреш». Я, Анна Корольчук, хочу пожелать вам только хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова